Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня, когда выполнение минских договоренностей находится в активной фазе, мы можем вернуться к корням этой трагедии, которая случилась с Украиной год назад и носила название Евромайдан. В студии телеканала Новороссия ТВ заместитель председателя парламентского комитета ДНР по внешней политике и международным связям Владислав Бриг публицист, журналист ОПД Новороссия Антон Розенвайн Добрый день, здравствуйте Много вопросов касательно этой трагедии, кто-то называет это революцией, кто-то называет это переворотом Я думаю, что для жителей Новороссии, для жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики да и в общем для всех жителей Украины по прошествии года становится понятно, что это скорее всего была трагедия И если возвращаться к истоку этой проблемы, хочется узнать ваше мнение по поводу сути этого Как вообще возникла возможность организации подобного, ну скажем в кавычках мероприятия Евромайдана? Ну во-первых, как бы трудно нигде не работая оплачивать кредитный автомобиль И это во многом было как бы главной причиной Во-вторых, я как человек, который на тот момент жил в Киеве и работал парламентским корреспондентом Я могу сказать, что основной причиной был тотальный контроль над СМИ, который получила оппозиция на тот момент И с 2010 года фактически невозможно было высказывать мнение в информационном пространстве, которое как-либо критиковало оппозицию или как-либо выступало в поддержку власти Да, этим оппозиция воспользовалась, воспользовалась мягкотилостью и неспособностью Януковича контролировать ситуацию Воспользовалась его нерешительностью, нерешительностью политической силы партии регионов Которая в попытке сохранить свои финансы, свое политическое и экономическое влияние на страну В конечном итоге потеряла практически все Хотя сейчас, как мы все понимаем, что партия регионов и олигархи, которые входят в эту партию Они восстанавливают свое влияние и они его восстановят в конечном итоге Для населения, для народа Донбасса это уже не имеет никакого значения Мы в свое время сделали свой выбор Поняв, что на Майдан пришли силы деструктивные, силы националистические, причем пещерного национализма Который не предусматривает никакого компромисса Поэтому Донбасс в свое время предлагал Киеву план федерализации, автономии, децентрализации власти В то время это их не устроило, зато сейчас они об этом вслух говорят Что децентрализация это сейчас цель современной Украины Мы понимаем, что это все пустые слова Но ведь человеческий массив, который стал важным фактором в организации Евромайдана Он поддался каким-то идеям, каким-то взглядам, в частности националистическим И организовано это было после, насколько я помню, отказа Евросоюза об евроинтеграции Украины А с чего вообще начались разговоры о том, что Украина будет евроинтегрироваться? Какие предпосылки к этому вообще были? Ну, во-первых, начнем с того, что это не совсем так На самом деле не с отказа Евросоюза, а с отказа Януковича принять те условия, на которых предлагалась евроинтеграция То есть, по сути, Янукович даже не отказывался от программы евроинтеграции Янукович настаивал на компенсациях, которые должны были бы способствовать переформатированию украинской экономики под новые стандарты Но никто ничего не хотел слушать и пресса активно говорила о том, что, по сути, это есть потерянный шанс для Украины евроинтегрироваться Разговоры об... но вернемся к вашему вопросу, то есть к тому, с чего началась тема евроинтеграции Тема евроинтеграции началась, по сути, с 91-го года, с момента обретения Украиной независимости, с момента распада СССР И эта тема непрерывно присутствовала при всех правительствах Более того, вопросы евроинтеграции были внесены в Конституцию, что было абсолютно абсурдно То есть, как бы интеграция в Евросоюз, она выглядит смешно, как некое фундаментальное положение государства Потому что, ну, государство не может зависеть от внешних каких-то организаций, структур А вдруг этого Европейского Союза не станет То есть, как бы, да, есть нечто фундаментальное в Конституции Я не думаю, что у стран того же Евросоюза вопрос о членстве Евросоюза присутствует непосредственно в Конституции Во-вторых, на Украине было сформировано Министерство евроинтеграции То есть, Украина долгое время эту тему продвигала разными способами При этом на уровне поддержки в СМИ и на уровне пропаганды через систему образования Фактически невозможно было поставить под сомнение целесообразность этой самой евроинтеграции То есть, начиная, да, там, с обучения в УЗИ, я, например, закончил филологический факультет И огромное количество, там, допустим, переводческих дисциплин Было связано именно с работой, как называется, что в Евросоюзе Структуры Евросоюза И при этом, как бы, идея неизбежности вступления в Евросоюз Продвигалась фактически в процессе преподавания непрерывно Владислав, а на ваше мнение, вот, не является ли апеллирование к вступлению в Евросоюз И вообще тема Евросоюза и Украины давлением некоторым на Российскую Федерацию Со стороны Януковича Мы помним, что в этот период отношения Украины и России были не самыми лучшими Начнем с того, что стратегическая задача тех сил, которые контролируют мир однополярный Тот, в котором состоит США и Евросоюз, как неоколония Соединенных Штатов Украина рассматривается просто как стратегический плацдарм Наравне со странами Балтии, Грузии, Польши Раскачки России и срыва ее в плоскость подчинения этим же самым силам То есть нужно тут смотреть глубже Потому что мы сейчас можем просто зациклиться на том, что Украина самостоятельно сделала этот выбор Украина не делала самостоятельно этот выбор Начиная, как сказал Антон, с 1991 года Украина, как и все страны бывшие Варшавского договора Бывшие республики Советского Союза Они попали в обойму стран Можно их назвать американские шестерки В которые просто вливались через НКО средства для переформатирования гражданского общества То есть создавались ряд стратегических целей различного уровня Которые заключались в том, чтобы мир поляризировался Как можно большее количество стран перешло на сторону, грубо говоря, Соединенных Штатов Америки Соответственно была ослаблена Россия И конечная цель вообще этой стратегии Это захват российских ресурсов Которые просто колоссальное значение имеют для мира И их использование в своих целях То есть не секрет, что Соединенные Штаты потребляют энергии и ресурсов Практически столько же, сколько весь остальной мир И сейчас это выходит на первый план Мы можем говорить много о том, каким был Янукович Куда он стремился Я думаю, что он до конца и сам не знает И не знал, куда он стремился Он пытался просто здесь построить свою олигархическую империю И ее сохранить То есть, как мы уже понимаем, по его действиям Ровно год назад, когда он 4 дня вывозил вертолетом в сумках деньги Он не думал ни о какой стратегии, ни о какой тактике Он просто спасал свою шкуру, спасал свои капиталы Я могу сказать, что когда Донбасс отошел от Украины То сохранить его с каким-либо форматом в составе Украины Тоже как бы целью никакой не задавались Я могу сказать, что я лично участвовал в создании в Донецке встречи Уже в апреле, в начале апреля месяца Сюда приезжал доверенное лицо господина Турчинова Которое провело некоторую беседу с верхушкой тогда сопротивления Донецка И тогда четко было заявлено, что если Украина пойдет на федерализацию На автономию и на то, чтобы большая часть налогов оставалась в Донбассе То Донбасс как бы пойдет навстречу Украина освободит здание, сдаст оружие и будет жить в составе Украины Этот человек должен был выступить на сессии Верховной Рады Он был здесь в воскресенье Он приехал в понедельник в Киев, рассказал об этом лично Турчинову Ему пообещали сделать выступление в Верховной Раде Потом во вторник было заявлено, что никакие выступления делать не будет И против этого человека начались гонения У него был арестован бизнес, у него были обыски дома То есть фактически мы должны понимать, что цель была на Донбассе, Киева Просто подавить сопротивление и переломить нас через колено В то время Турчинов был исполняющий обязанности президента Украины Да, то есть на том самом уровне, который выше украинского руководства Было принято решение, что просто военной силой подавить сопротивление в Донбассе Никаких переговоров вести с нами не собирались Ну и мы можем сказать в рамках сегодняшних соблюдений в кавычках Минских договорей со стороны Украины Что они сейчас не собираются выполнять то, что они подписывают Тогда, на мой взгляд, логичный вопрос Что пошло не так, если кредиторы для Украины подготовили этот сценарий Можем вполне сказать, что Соединенные Штаты одобрили этот сценарий А союзники США Включили заднюю, если так можно выразиться Какой момент? Аланд первым нанес визит Путину Возвращаясь с переговоров А затем уже Аланды Меркель стали инициаторами четвертых минских переговоров Ну, уже шла вообще Уже в третий Тем не менее, да, то есть почему не дожали? Почему не дожали? Почему? Ну, Аланд и Меркель, в отличие от Соединенных Штатов, не так заинтересованы в войне Они понимают, что если здесь начнутся полномасштабные военные действия, то их страны пострадают То есть, ну, США понятно, что за океаном и как бы до них это все не дойдет Но не факт, что в случае начала войны в Европе, что бомбы не попадут в Париж Поэтому прекрасно можно понять То, что Аланд и Меркель это американские марионетки, это ясно Потому что самоубийственные санкции, которые они как бы выполняют по приказу из Госдепа Они разрушают и так балансирующую на грани нулевого роста европейскую экономику И как бы здесь с двух сторон получается давление на Европу С одной стороны на них давят США, с другой стороны на них давят свои же налогоплательщики и предприниматели То есть, допустим, сейчас понимание того, что происходит в тактическом, в каком-то плане, в ближайшем, на месяц или на два Оно очень слабое, я думаю, даже у Меркель или у Алланда Возможно, Путин видит намного дальше, чем все остальные политики сегодня мировые 21 миллиард, говорят, потеряли во время санкций страны Евросоюза, пытаясь надавить на Россию Ну, это причем здесь же экономика имеет инерционный характер Это только вот сейчас 21 миллиард, там же идет раскачка дальше То есть, предприятия какие-то приостанавливают свои мощности, будут потери еще Даже если санкции сегодня отменят, то потери будут все равно в любом случае для европейской экономики То есть, есть еще момент, во многом, если говорить там о стратегических интересах Как бы тех, кто прописывал Украине застрелиться, они во многом уже соблюдены То есть, если, ну, во-первых, экономика Украины уже разграблена Из Украины уже вывезены там золотой запас Золотовалютные резервы уже сведены фактически к нулю То есть, Украина вынуждена будет проводить масштабную приватизацию новую Разграблены ряд местных олигархов, то есть, они будут продавать свои империи В-третьих, создана зона дестабилизации на границах Российской Федерации В-четвертых, как бы, Украина уже перестала существовать как территориально целостное образование И, по сути, скажем, сторонники вот этого вот сценария превращения Украины в колонию Евросоюза и США Они уже получили тот результат, который хотели с точки зрения геополитики Потому что Украина без Крыма и Донбасса всегда будет избирать соответствующее правительство Она перестала быть страной сбалансированной То есть, у нее полностью, да, то есть, там, три четверти Украины Причем, включая, там, значительную часть регионов, которые традиционно тяготели к союзу с Россией Они оказываются плацдармом для развития, там, соответственно, для развертывания сил НАТО и так далее То есть, максимально сценарии, там, антироссийские на этой территории уже возможны И, там, в Днепропетровске, в том же, который, допустим, голосовал за ту же партию регионов традиционно, да Уже вопрос не стоит о том, да, там, будут ли они голосовать за пророссийских политиков, хотя бы номинально в дальнейшем Если говоря о минских договоренностях, всплывала подобная информация, что Порошенко сказал по итогу, что для Украины никаких хороших новостей эти минские переговоры не принесли Тем не менее, о децентрализации власти, он сказал, будет разговор Но, а не федерализации На ваш взгляд, в чем коренное отличие децентрализации от федерализации? Есть ли оно вообще? Или это просто пускание пыли в глаза? Ну, децентрализация от той, о которой говорит Порошенко, она, как бы, ничего не несет Там не прописан механизм вообще финансирования местных органов власти То есть, как бы, ну, будет децентрализовано на бумаге это все Но каким образом будут распределяться налоги? Налоги опять будут так же отправляться 80% в Киев Ну, то есть, ну, какой смысл в этом во всем? Не вижу никакого По сути, да, Украина изначально была таким государством, которому необходимо было быть в федерации По своему устройству, по ментальности граждан, по устройству экономики Украина была слишком разнообразной, слишком большой И навязывание унитаризма, которое мы наблюдали с, там, 91-го года То есть, по сути, началось, да, навязывание унитаризма с того, что в Закарпатье был проведен референдум О создании автономии еще в 91-м году И результаты этого референдума никогда даже не рассматривались как некий политический фактор То есть, вот это навязывание унитаризма, оно, как бы, привело, по сути, Украину, да, к тому результату, к которому Украина пришла Зачем был нужен унитаризм, ну, мне трудно, на самом деле, понять Да и цели, на самом деле, были в разные периоды разные То есть, Украина же не всегда была националистической Был период, когда, наоборот, националисты, да, настаивали на федерализации Там, Вячеслав Черновол, например, был сторонником этой идеи, да Тем временем, там, допустим, Леонид Кучма, он был заинтересован в унитаризме для того, чтобы более четко строить властную вертикаль Да, и тогда это, допустим, не касалось, да, там, вот вопросов, как бы, русского языка, там, да, там, вот этих вот вопросов, да, там, наоборот, скорее, Кучма где-то, да, даже обещал делать второй язык государственный На первых выборах, которые выиграл, на самом деле, благодаря этому Да, и благодаря Востоку, и благодаря, именно, вот, этому, да, предложению Он от него позднее отказался в силу, там, определенных причин Ему надо было договариваться с националистами, чтобы противостоять левым в парламенте Но, по сути, как бы, идея федерализации и унитаризма, она, ну, борьба всегда, то есть, на Украине идея федерации активно ей противостояли, опять-таки, СМИ и идеология государства Украины Хотя, ну, это было то, что было необходимо Украине для закрепления, как бы, статус-кво, который присутствует Украина вообще изначально, да, к сожалению, к огромному, с 91-го года шла не по пути легитимизации статус-кво, а по пути навязывания некой фантазии, да, и форматирования общества Под эту фантазию, да, там, долгое время это удавалось В конце концов, вот эта система лопнула, Украина впала в гражданскую войну Тогда у меня вот такой вопрос, я думаю, возвращаясь к теме основной нашего разговора Я думаю, вы согласитесь со мной, что Евромайдан – это потомок событий, которые происходили на Болотной площади Мы говорили с вами о стратегии, о тактике в государстве и соседних государствах И, на ваш взгляд, справившись с Болотной площадью, почему власти России допустили такое упущение Как вообще такое могло случиться, что под их боком началась та же Болотная площадь, по сути, только в больших масштабах И с более плачевными последствиями, в том числе и для России Россия многие годы фактически стимулировала и поддерживала украинскую экономику И ценой на энергоносители более низкой, чем для других стран И тем, что для Украины был открыт российский рынок фактически Там 35% было экспорта украинского в Россию Сейчас этой возможности нет для Украины И мы видим последствия всего этого Получается, что Россия не уделяла такого внимания Не финансировала ни коммерческие организации Не создавала здесь свои какие-то институты Ну, можем сказать четко и ясно, что влияние на все политологические, социологические службы Украины Которые форматировали общественное мнение Это полностью, как минимум, европейские, по максимуму, американские средства туда были вложены Поэтому Евромайдан и получил такую поддержку Особенно среди молодежи, которой 23 года внушалось Что тот образ жизни, который в Европе Это единственный несомненный выбор Хотя можно было посмотреть на опыт Прибалтики Опыт Болгарии, опыт Румынии, опыт Польши Опыт всех тех стран, которые вошли как молодые страны в состав Евросоюза Там же видно, что процентов 40 молодежи там выехало сразу после окончания школы На работу на чужие экономики Что промышленность там либо разрушена, либо приватизирована Выкуплена западными компаниями из старых стран Европы Что уровень жизни в самой успешности из этих стран, допустим, Польши Он все равно в три раза меньше, чем в Германии То есть 15 лет страна находится в Евросоюзе Средняя зарплата в ней 1000 евро Через границу в Германии 3000 евро Ну, уже можно было как-то догадаться, что здесь что-то не так Но, как видно, все-таки то, о чем говорил Антон Что 99% средств массовой информации на Украине Последние, наверное, лет 5 уже принадлежали оппозиции Где номинальными хозяевами были силы, которые привели сейчас к войне Украину По-видимому, это сыграло свою решающую роль То есть информационная война России здесь была проиграна Здесь была проиграна в первую очередь, я считаю, благодаря Виктору Федоровичу Януковичу Который ничего не хотел слышать И до последнего момента он всем рассказывал, что у него все под контролем То есть это горькое упущение Российской Федерации В то время как она помогала экономически Украине Культурный пласт захватили европейские страны во главе с США Я считаю, что да, потому что все силовые структуры были пронизаны Начиная от Наливайченко, открытого агента ЦРУ Заканчивая украинским высшим офицерским составом Который полностью, как оказалось, был русофобским Мы видим, что здесь полностью было упущение со стороны Российской Федерации Ну и сейчас я бы так немножко опять же внес бы свои коррективы Я не считаю, что Россия ничего не создавала Я бы сказал так, что Россия создала такую профессию, профессиональный друг России Эти люди просто находились на содержании Российской Федерации Но при этом фактически ничего не делали Более того, паттерны, даже отрицательные Потому что паттерны, которые они вбрасывали в общество Они по сути работали на усиление националистической пропаганды И второй момент, который тоже очень важно понимать Что даже если средства массовой информации принадлежали, скажем, людям Ну или друзьям России, или хотя бы людям нейтрально относящимся к России То это тоже не имело значения, поскольку контроль над СМИ происходил на уровне журналистского сообщества И поскольку люди понимают, что они рано или поздно будут менять работу Они должны быть как-то интегрированы в медиа-сообщество вместо Они так или иначе приходили к той же идеологии, которая пропагандировалась на Украине Это касается даже СМИ, которые номинально имели российских хозяев То есть хозяева, да, были российские А по сути люди, которые там работали, они непрерывно продвигали майданную повестку И, скажем, я знаю несколько прецедентов, когда российские издания на Украине во время Майдана вынуждены были закрыться Потому что пожелания центрального офиса жестко игнорировались в киевской редакции Ну здесь, наверное, разница в ментальности Англосаксы всегда чутко понимали, что они хотят здесь Но российский менталитет, он предусматривает то, что русский может что-то сделать бескорыстно Допустим, бескорыстно держать очень долго в три раза меньшую цену на газ Позволять существовать целым отраслям экономики в соседней стране При том, что явно видно, что страна эта на государственном уровне находится во враждебных отношениях с Россией Поэтому, может быть, если бы Россия более жестко заявила, что Украина входит в сферу национальных интересов Российской Федерации Возможно, что что-то было бы по-другому Будем надеяться на лучшее Всего доброго, оставайтесь с нами